31 августа губернатор Игорь Руденя провел встречу с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием. Как известно, 25 августа было объявлено о его назначении на этот пост. Обсуждались вопросы сотрудничества регионального правительства и митрополии. Подробности в нашем следующем материале. С самого начала разговора речь зашла о важности совместной работы в деле нравственно-духовного воспитания молодежи, пропаганда семейных ценностей, а также решения демографического вопроса. Все это одни из приоритетов в работе региональных властей. Очень важно совместно продолжить проекты по духовно-нравственному воспитанию молодежи на нашей территории. Очень важно оказывать помощь многодетным семьям и детям из многодетных семей. Мы активно работаем с правительством Российской Федерации, которое нас поддерживает, помогает в реализации проекта. Демография, которая реализуется по указанию президента Российской Федерации, по его решению Владимир Владимировича Путина. Главной темой обсуждения стало восстановление Тверского спаса Преображенского собора. Работы по его строительству на прежнем месте начались в 2014 году. Сбор средств на возведение от граждан и организаций осуществляется фондом собор. Игорь Руденя и митрополит Амвросий обсудили реставрацию других храмов, расположенных на территории региона. На данный момент работы проводятся по восстановлению церкви Троицы за Волгой в областном центре, торжокских, входа Иерусалимского собора, собора Преображения и Борисоглевского монастыря и ряда других храмов. Мы, конечно, будем продолжать восстанавливать и монастыри, и храмы, потому что это не просто стены, а это опять-таки судьбы тех поколений, которые живут сейчас и которые придут после нас. И от этого зависит судьба нашего Отечества, и от этого зависит судьба нашей церкви и, конечно, дальнейшая история. Игорь Руденя отметил, что региональные власти со своей стороны будут и впредь оказывать всемирную поддержку возрождению святынь Тверской земли. В частности, за счет средств областного бюджета разработана проектная документация на восстановление колокольней Васильевской церкви в Таршке, а также звонницы Николаевского собора в Калязине. Субтитры создавал DimaTorzok